Встреча с известным актёром Романом Курциным началась у двери одного из ресторанов города Ульяновском. Российского Ван Дамма звезду сериала «Пять минут тишины» буквально атаковали фанаты и поклонницы его таланта. За селфи и фото с актёром выстроилась очередь. Роман сам контролировал процесс фотосессии и при этом успевал принимать нужные позы и улыбаться. У Романа очень позитивный актёр, сильная энергетика, заряжает очень энергией. Самый классный фильм, который мне понравился – это самый Новый год. Среди участников мероприятия было много тех, кто работал с Романом на съёмочной площадке в сериале «Пять минут тишины», который сейчас на слуху. Актёр в нём играет роль сотрудника поисково-спасательного отряда Александра Грека. Несколько серий два года назад были отсняты в Ульяновске. «Пять минут тишины» запомнился исключительно хорошей командой, хорошими актёрами, радушными, приветливыми. Роман вообще очень интересный как человек, как актёр, нравится очень многим. И к нему очень положительно относимся, с тёплым чувством, так скажем. И быть в кадре с ним всегда очень приятно и, на мой взгляд, даже почётно. Повод для встречи с ульяновцами был необычный для актёра. Роман Курцин организовал презентацию собственной линии диетического здорового питания. Но прежде всего Роман признался в своих тёплых чувствах к нашему городу, ульяновцам и нашей Волге. Несмотря на то, что сам живёт на Волге в Ярославле. Здесь вы имеете своё море. Абсолютное ощущение какого-то такого. Когда ты выходишь... Спасибо. Да, и это очень классно, что это, мне кажется, самое широкое место Волги, да, это в Ульяновске. Невероятные ощущения. И мне очень нравятся люди. Я вам честно скажу, потому что ты куда ни приходишь, тебя так встречают с какими-то... Как будто ты родственник. Во время закрытой вечеринки приглашённые гости смогли не только продегустировать некоторые блюда нового авторского проекта, но и пообщаться с актёром. Конечно, поклонницы его таланты интересовались, как начиналась карьера Романа. Моя карьера пришлась очень просто. Я в 7 лет понял, что хочу стать актёром кино. И поступил в театральный институт в 17 лет. Меня 4 раза отчислили и сказали, что я худший студент, который был за всю историю театрального института. И дальше меня утвердили на главную роль. И пошло, то есть, дальше пошли съёмки. Было сложно, конечно, пробиваться через какие-то преграды, но у каждого есть свой путь становления. Актёр также успел пообщаться с прессой и ответить на интересующие ульяновских журналистов вопросы. Во время разговора с Романом удивило, что он по-прежнему живёт в Ярославле, несмотря на востребованность и постоянные поездки в столицу. Более того, у него своя школа каскадёров, карате, актёрского мастерства, огромная площадка для тренировок, тренажёрный зал и кафе. Однако Роман не считает, что это большой бизнес. Я не могу, если честно, сказать, что это прям бизнес-бизнес. Всё равно деньги, которые мне приносят кино, не сравнить вообще ни с чем. И это всё-таки я продюсирую сейчас картины, это немножко другой уровень. Это скорее такая история для души. Но для меня воспитать как в дальнейшем олимпийского чемпиона или звезду Голливуда, это намного больше вложения, чем заработать денег. Как сказал актёр в киноиндустрии, он сейчас очень востребован. Участвовать в кастингах ему не приходится. В данный момент у меня сейчас на почте висит 8 проектов. 8 предложений, из которых я должен выбрать одно. Очень часто меня не получают продюсеры или режиссёры, когда хотят на проект, потому что с занятостью, слава богу. Потому что в чём счастье актёрское, когда нет свободного времени. И возможность выбора. Это для актёра невероятно важно. На вопрос, когда Роман снова посетит Ульяновск, он пообещал найти в своём плотном графике один денёк в октябре. Его поездка снова будет связана с его новым проектом здорового питания.